Это внутреннее усилие, о котором Вы только сейчас сказали. Ты пытаешься соединить товарищей в своём сердце, и приходишь к ощущению какой-то суммы этих желаний товарищей. Как эта сумма вдруг становится чем-то большим, чем сумма их желаний, просто Высшим миром? Именно об этом мы просим у Творца, чтобы каждый мог сделать какое-то своё собственное усилие, даже как бы антиэгоистическое, в сближении с ближним. Когда я чувствую ближнего товарища, который находится вне меня, и я стараюсь всё-таки против моей природы приблизиться к нему. Но я вижу, что я не могу. И тогда я должен постараться ещё и ещё всё-таки усилить своё стремление сблизиться с ними. Я смотрю на остальных, и с помощью зависти, страсти, тщеславия я стараюсь производить различные действия, чтобы всё-таки сблизиться с товарищами. И я вижу, что я не могу, не в состоянии. И тогда я обращаюсь к Творцу. Мне запрещено останавливаться на этом. А наоборот, я должен принимать это отторжение, отталкивание, которое я раскрываю каждый раз всё более точным образом, особым. Я должен принимать это как помощь свыше, когда мне раскрывают, насколько я не нахожусь в объединении. И тогда я ещё и ещё обращаюсь к Творцу, пока я не обязываю его. Просто требую. Вы видели, как маленькие дети требуют от больших. Плачут, требуют, кричат. Так, да? Делают различные действия руками, ногами. Пока не обязывают нас. Это форма, которую Творец ждёт, чтобы мы так это сделали перед Ним, но истинным образом. Так, пожалуйста, делайте такие действия, такие капризы перед Творцом. Всё это продвигает. Всё это строит в нас новое желание, всё более и более истинное.